Бесконечная битва за здоровье детей. Вот истинное предназначение Брестской санаторной школы-интернат на протяжении вот уже 50 лет. Совсем недавно в школе прошла торжественная линейка по случаю окончания очередного учебного года. Выпускники со слезами радости и грусти одновременно готовы покинуть полюбившуюся и ставшую уже родной школу-интернат. Она уникальна, ведь вместе с тем, что в ней учат, в ней еще и лечат. Сколиоз, кифоз, лордоз – непонятные и пугающие слова для многих. Сколиоз – это неплохая осанка и непривычка горбиться за партой. А одна из самых коварных и тяжелых болезней. Ее причины неизвестны, скорость развития непредсказуема, а последствия губительны для всего организма. Сложилась уникальная система консервативного лечения. Она заключается в том, что наряду с освоением общеобразовательной программы, которая во всех одинаковых школах, дети получают знания в освоении комплекса корригирующих дисциплин, которые включают в себя занятия лечебной физкультуры три раза в неделю, корригирующего плавания. Наши дети ходят во дворец водных видов спорта два раза в неделю и адаптивной физкультуры. Система обучения такая. Для каждого поступившего в школу ребенка врачом составляется комплекс упражнений, нацеленный на оздоровление именно по его диагнозу. Самое главное – это соблюдение медицинской программы на регулярной основе. Но это же школа, должно быть, это не просто совмещать обучение со оздоровлением. Но многолетняя практика и положительные результаты из года в год доказывают успешность программы. Сначала было немножко неудобно и непривычно, в плане того, что там массажи, всякие процедуры, то есть тяжело совмещать и учебу, и такие процедуры, потому что неудобно с уроков каких-то ходить. Иногда я забывала даже на процедуры приходить. Но потом я уже привыкла, потом я влилась в коллектив, тут очень общительные дети. Тут сразу все-все поняли всех и познакомились очень быстро. Друзья нашлись у меня быстро. За время обучения в девятом классе у меня улучшилась сколиоз на одну степень. Это достаточно очень хороший результат. Если заниматься каждый день ЛФК и ходить в бассейн, и выполнять рекомендации врачей, то у вас будут довольно-таки хорошие результаты. Впечатления, масса впечатлений, так как эта школа действительно помогает больше даже узнать себя, проявить какие-то творческие способности. Видите, очень много олимпиад, очень много выигрышев, очень много конкурсов, исследовательских работ и очень много вне классных мероприятий, где участвуют и детям просто не дают скучать. Эффективность лечения в условиях школы-интерната проявляется в остановке прогрессирования заболевания, что составляет около 80%. Это отличный результат, достигнутый благодаря использованию нового современного оборудования и самых прогрессивных методов исправления деформации позвоночника различной степени тяжести. В школе обустроен медицинский корпус, на двух этажах которого в отдельных кабинетах выполняются процедуры электростимуляция, магнитотерапия, массаж, водолечебница. В водолечении необходимо для того, чтобы происходило расслабление мышц, получал подводный душ-массаж, то есть это необходимо для электростимуляции, будем говорить, именно в воде мышц своего ребенка, потому что это просто необходимо для лечения сколиоза. Также в курс реабилитации входят занятия лечебной физкультуры, уроки лечебного плавания, адаптивной физкультуры и для младших классов музыкально-ритмическое образование. В условиях нашей санаторной школы-интернат ребята три раза в неделю проходят урок физической реабилитации, которые совмещаются вместе с общеобразовательными предметами. Уроки направлены на коррекцию осанки, формирование мышечного корсета, укрепление мышц. Особенность этого заболевания в том, что вылечить его до конца невозможно. Для того, чтобы сколиоз не прогрессировал, работа над собой должна продолжаться на протяжении всей жизни человека. Это не отучился год и все, да, вы будете работать всю жизнь, будете получать ту самую лечебную физкультуру, процедуры в детских поликлиниках, где вы будете относиться. То есть это будет целый процесс работы. И мы говорим, что на сегодня мы работаем даже не на ваших детей, а на будущее, потому что, к сожалению, сколиоз передается по наследству. Поэтому, ну, наверное, надо работать всю жизнь и мамам, и папам, и бабушкам, и дедушкам. Поэтому, ну, это такое заболевание. Оно не плачет, не кусается, но на самом деле необходимо им заниматься. За время обучения в школе дети учатся именно в профилактической работе с этим заболеванием, для того, чтобы после окончания школы они могли помогать себе сами. Выстраивать свою жизнь правильно и заботиться о своем теле. Ведь дальше уже все в их руках. Продолжение следует...